Привет народ! Решил я для сайта сделать несколько видео. Для первого раза очень простую штучку для прозвонки электрических цепей. Состоит из светодиода, батарейки, проводка, кусочка проволоки и изоленты. Может кто не знает, но есть такой прибор под названием прозвонка, самый ходовой в арсенале электрика. Делается очень просто. Раньше делалось из лампочки от фонарика и плоской батарейки, а сейчас проще сделать из светодиода. Вот так вот. Минусовой контактный минусовой вывод батарейки. Вот такая батарейка у нас CR2032. CR2032 это литиевая батарейка, которая дает 3 вольта. От нее очень удобно запитывать светодиод. Потому что она его не сжигает. Если, например, к плоской батарейке присоединить светодиод напрямую, то ничего хорошего из этого не выйдет. Так. Вот так, чтобы по краю не замыкало батарейку, я сюда изоленту придел. Теперь нужно очень туго примотать этот контакт. Дальше. Берем кусочек проволоки. Это медная проволока. Примерно миллиметр с чем-то. Она лакированная. Точнее эмалированная. Ее нужно зачистить. Чтобы не стирать острие, я скоблю вот этой гранью. Она тоже достаточно острая. И прекрасно сдерживает лак. Вот так. Тут очень быстро появляется медный металлический блеск. На глаз видно, где исчищено, а где нет. Я не знаю, как это будет на камере. Но если вы будете делать, то все прекрасно видно. Этот штырек будет удлинять вывод светодиода. Я его обрежу. Так вот. Здесь лучше, конечно, запаять. Но я с пайкой не буду заморачиваться. Я сделаю намотку. Вот таким образом я удлинил вывод. Так, я забыл еще одну штучку сделать. Кроводок гибкий и многожильный. С одной стороны снимаем побольше. Делаем спираль или комок, чтобы изоленты прижимало его к батарейке. И вот сюда вот. На плюсовой вывод. Значит, проводок идет на плюсовой вывод батарейки. С минусового вывода идет на светодиод. И плюсовой вывод светодиода идет на штырек. Вот такая система. Теперь все это... Так, сначала проверить. При замыкании должен светиться светодиод. А теперь можно все это замотать как можно туже любой изолентой или канцелярским скотчем. Немного кусочкой David. Сейчас я до��ах.. Немного установки над к悩随 oathica. Рыбу подпариев. Пока. Пока. Сейчас избежать. получился такой вот дятел светодиод светит все работает вещь предназначена для проверки электрических цепей на замыкание есть замыкание нет замыкания если есть замыкание светит нет замыкания не светит кому-то может показаться странным но такая прозвонка как называется это у электриков один из самых ходовых инструментов и так зачем нам сделаны лабуда наш век высоких технологий вот это термопод уже снятая нижняя крышка это вот снят кожух и термопод разобранный стоит вверх ногами чтобы вся электрика было видно здесь вот ему входит 220 идет два основных провода на терморегулятор посредине и термопредохранитель есть термопредохранитель вот все это идет через какую-то схему на нагревательный элемент у нагревательного элемента три вывода 2 я уже открутил и у нас сделанная прозвонка ее помощью мы можем закон точить на один сетевой провод и посмотреть вот это провод целый он доходит до термореле и через термореле проходит электричество а второй провод идет на термопредохранитель и проходит значит предохранитель целый теперь попробуем вода нагревательного элемента два откручено достаточно чтобы попробовать их всех вот здесь нет контакта не светит вот здесь есть контакт от этого сюда нет контакта сюда есть контакт то есть все три варианта попробовали вот с этим выводом нет контакта вообще для нагревательного элемента это в корне неправильно раз он электричество не проводит значит он сгорел таким образом с помощью простой ерундовины светодиодика и лампочки можно проверить термопод найти неисправность и отремонтировать на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал надеюсь еще наделать много видео спасибо